Бал Романовых в Донецке. Вечер, посвященный 400-летию Дома Императорской Семьи, прошел по всем канонам светского мероприятия. Кавалеры во фраках кружили пышно одетых дам. Венский вальс станцевала и наш корреспондент Анна Миронюк. Гости прибывают на бал под звуки скрипки и контрабаса. Светское мероприятие организовали по случаю 400-летия Дома Романовых. Изюминка вечера – выход в свет дебютантов. Молодые люди открыли бал полонезам. Торжественный танец сменила зажигательная латиноамериканская программа. Дресс-код вечера, посвященного 400-летию Дома Романовых. Костюмы для кавалеров и платье в пол для дам. Сейчас танцуют аргентинскую сальцу. Правда, вот как плясать в таком наряде? Будущий юрист и участковый кружатся в танце. Сколько раз во время тренировок наступили партнерши на ноги? Признавай. Очень много. Я очень извиняюсь перед моей партнершей. Бедны ее ножки. Но терпение и труд все перетрут. Студентка Наташа признается, для нее сегодня все как в сказке. Чувствую себя, солнышко, принцесса. Искусству танца и этикету дебютантов обучали два месяца. И вальс. Это и более современные танцы. Это и сальса, это и кадри. Немножечко взбодрить народ. Это и, что мы считаем, а буги-буги. Полька знакомств. Мы должны увидеть, кто с кем сегодня встречается, как кого зовут. Это необходимо. Новосветский бал проводят в Донецке уже четвертый раз. 400-летие императорского дома как тему выбрали не случайно. Это всемирно празднуемая дата. И мы посчитали нужным сделать мероприятие. Потом мы уже поняли, что это единственный бал в городе Украине, к нашему сожалению. Мы очень хотели, чтобы индустриальный Донбасс показал, что он не только индустриальный, не только очень обеспеченный, но он очень культурный. Вальс, посвященный Анастасии Романовой, исполнила донецкая певица Милана. Анна Миронюк, Сергей Чакрыгин, телеканал Донбасс. Продолжит время новостей, прогноз погоды. Я с Валерией Хараберюши. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»